Есть что-то в них, в постукивании и неторопливости. От них пахнет совсем другим миром, где спешить куда-либо было скорее форс-мажором, а не нормой жизни. Просто сидеть у окна и смотреть, как за окном мелькают городские пейзажи. Все началось с появления конок. Нет, не так. Все началось еще раньше. Период конной тяги начался в последней четверти 17 век и продолжался примерно до середины 19 века, уже во второй половине 17 веки было организовано регулярное движение конных повозок в Междугородном сообщении. К началу 18 века пассажиров, багаж и почту перевозили дилижансы и омнибусы, запряженные лошадьми. Дилижанс, ФР. Дилидженс, большой крытый экипаж для регулярной перевозки пассажиров, багажа и почты, появился в Англии в 16 веке омнибус, атлат. Амнобус для всех. Многоместная конная карета совершал регулярные рейсы в городах и между ними. Этот первый вид общественного транспорта появился в Париже в 1662 году в конце 18 веке. В городах вместо карет стали повсеместно использоваться 10-20 местные дилижансы, омнибусы, линейки. Однако дороги и улицы находились в столь плачевном состоянии, что поездки превращались в настоящее мучение. Поэтому с течением времени карету заменили более удобными для пассажиров вагонами, а обычную дорогу, рельсами, так в городах появилась конка, то есть конно-железная дорога. Конно-железная дорога – рельсовый путь, по которому вагоны передвигались при помощи конной тяги. Один из основных видов общественного транспорта во второй половине XIX – начале XX века. Конно-железные дороги были междугородними, пригородными и городскими, а также промышленными. В России городские линии конно-железной дороги называли также конным трамваем, конкой, городским трамваем на конной тяге. Конно-железные дороги должны были прокладываться на равнинах и в низменных местностях, поскольку любой подъем требовал постройки большого числа плавных кривых, припрягания дополнительных лошадей. Путь был чаще всего одноколейный с разъездами, реже – двухколейный. Вагоны конно-железной дороги имели небольшую массу. Разделялись на грузовые и пассажирские, зимние закрытые, летние открытые, двухэтажные закрытые, а также вагоны с империалом, открытой площадкой на втором этаже. Скорость движения вагонов конно-железной дороги составляла от 4-5 до 9-12 км в час. Для конно-железной дороги использовались особо выносливые породы лошадей – тяжеловозы. Срок их работы составлял 2-3 года. На междугородней и пригородной конно-железной дороге 4-6 лошадей тянули 3-6 вагонов с пассажирами и или с грузами. Через определенные расстояния, как правило 15-20 км, на станциях лошадей сменяли. Городская конка состояла из одного вагона, реже двух, которые тянули 1-2 лошади. Удовлетворить потребности в перевозках пассажиров, быстро развивающихся городов, конные и железные дороги не могли. Поэтому не прекращались попытки применить на городском транспорте механический двигатель. Поровичок с вагонами, двигающимися по рельсовым путям, уложенным непосредственно на улице, первым применил английский изобретатель ОТРЭМ. Линию железной дороги, построенную им в Лондоне, назвали трэмвэй, дорога трэма, впоследствии термином трамвай стали называть и электрическую железную дорогу в городах. Паровые трамваи использовались в ряде городов Западной Европы. В Москве в 1892 году городская управа разрешила частному бельгийскому обществу строительство городской железной дороги с применением паровой тяги. Первая московская линия парового трамвая была проведена от Бутырской заставы в Петровско-Разумовское. Однако нововведение большого успеха не имело, как не нашло оно значительного распространения и за рубежом. Линии паровых трамваев просуществовали до начала XX века, когда были окончательно вытеснены молодым электротранспортом. Помимо паровичков, предлагались и другие идеи. Например, канатный трамвай. Система канатного трамвая, раскинувшегося на крутых холмах Сан-Франциско, была открыта в 1873 году. Учредителем дороги стал Эндрю Смит Хеллидай, механик, родившийся в Лондоне и в 1852 году эмигрировавший в Сан-Франциско, где основал компанию, занимавшуюся изготовлением проволочных тросов. Хеллидай занялся решением проблемы перевозки людей по крутым склонам города после того, как стал свидетелем несчастного случая, когда трамвай на конной тяге соскользнул вниз по склону, утащив за собой лошадей. Хеллидай лично проехал на первом трамвае Сан-Франциско и вскоре изобретенный им вид транспорта стал функционировать на восьми городских линиях. Система оказалась необычайно успешной. В 1947 году с развитием автобусных маршрутов были приняты попытки закрыть канатный трамвай. Но в результате общественных протестов три линии трамвая, проходящие в центре города, были сохранены. И сейчас Сан-Франциско просто невозможно представить без смело карабкающихся по холмам поскрипывающих вагончиков, как можно догадаться по названию. Канатный трамвай двигается за счет троса, который тянется по всей длине его маршрута. Стальной трос диаметром в полтора дюйма проходит под землей, в специальной канавке между трамвайными рельсами. Если туда заглянуть, его прекрасно видно. Он всегда движется с постоянной скоростью, около 15 км в час. Соответственно, в самих вагончиках отсутствует какой-либо мотор. Чтобы ехать, они цепляются за этот трос специальным зажимом. Если надо остановиться, кондуктор открывает зажим, отпускает трос и приводит в действие тормоза. Есть целых три системы торможения. Зажим сверху узкий, чтобы пролезть в щель между рельсами, а снизу похож на кулак, которым и хватается трос. Но самое интересное и зрелищное, это как трамвайчики разворачивают на конечной остановке маршрута. Разворачивать трос так, чтобы трамвай мог бы вместе с ним развернуться, было бы очень сложно. Поэтому в конце кожой линии стоят вот такие круги с отрезком рельсов. Вагон подкатывается к такому, отпускает трос и его руками заталкивают на круг. После этого кондуктор разворачивает трамвай на месте, пока он не поравняется с рельсами в обратную сторону. Пневматический трамвай. В 1872 году во Франции конструктор Луи Микарский запатентовал пневматический трамвай. В 1876 году был выпущен первый вагон, но городские власти французской столицы отказались от внедрения нового вида транспорта. По их мнению, он портил романтический вид Парижа. И лишь в 1879 году Микарскому удалось реализовать свое изобретение в Нантё на линии длиной 6 километров. Необходимый для пневмодвигателя сжатый воздух хранился в 10 баллонах общим объемом в 2800 литров. Давление сжатого воздуха достигало 30 атмосфер. На и километр пути расходовалось 8 килограммов воздуха. Общего его запаса хватало для дороги в оба конца. Кроме сжатого воздуха, вагон заправлялся еще и горячей водой, так как цилиндры из-за расширения в них воздуха сильно охлаждались и смазка загустевала. Горячая вода использовалась для подогрева воздуха, подаваемого в цилиндры. В 1917 году эта линия была переведена на электрическую тягу. Подлинный пневматический вагон этой линии хранится в Парижском музее транспорта с 1959 года и находится в технически исправном состоянии. В 1894 году пневматический трамвай был внедрен и в немецком Дессау, Германия. Маленький вагончик перевозил небольшое количество пассажиров и пугал городских жителей вращающимися частями механизма, который размещался открыто в нише посередине вагона. Однако возможности использования сжатого воздуха и пара в городе были ограничены, а содержать конку становилось все трудней. С 70-х годов, XIX век, начался важнейший этап в развитии средств передвижения – применение электрического транспорта. Попытки использования электроэнергии для транспорта с помощью гальванических элементов не могли быть практически решены ввиду слишком большого собственного веса этих элементов и применения таких дорогостоящих металлов, как медь и цинк. Кроме того, ни одна из испытывавшихся моделей не могла соперничать по скорости передвижения с паровиками. Только в 70-х годах, когда появились первые электростанции и были найдены способы передачи электроэнергии по проводам, открылись широкие возможности для электрификации городского транспорта. Для практического решения этой важной задачи многое было сделано русскими инженерами и изобретателями. В 1874-1876 годах инженер Пероцкий провел ряд опытов по передаче тока по рельсам на расстоянии 1 км. Для этой цели он использовал заброшенный участок Сестрорецкой железной дороги, один из рельсов которой был прямым проводом, а другой – обратным. Опыты закончились успешно, и в 1876 году Пероцкий установил электрический двигатель на одном из вагонов Петербургской конно-железной дороги. После серии проведенных испытаний 22 августа 1880 года в 12 час. Дня в Петербурге, на песках, на углу Болотной улицы и Дегтярного переулка в первый раз в России была проверена возможность движения трамвайного вагона электрической силою, идущей по рельсам, по которым катятся колеса вагона, прототипом электрических трамваев в Европе стала машина, созданная немецким инженером Эрнстом Вернером фон Симменсом. Впервые она была использована в 1879 году на германской промышленной выставке в Берлине. Локомотив использовался для катания посетителей по территории выставки. Электрическая железная дорога компании «Сименс энд Халске» на берлинской выставке 1879 года. Первый электрический трамвай появился в конце XIX века, в 1881 году в Германии и в Берлине. К локомотиву цеплялись четыре вагона, каждый из которых имел шесть мест. Позднее поезд демонстрировался в 1880 году в Дюссельдорфе и Брюсселе, в 1881 году в Париже в неработающем состоянии, в том же году в действии в Копенгагене и, наконец, в 1882 году в Лондоне. После успеха с выставочным аттракционом «Сименс» приступил к строительству электрической трамвайной линии в 2,5 километра в берлинском пригороде Лихтерфельд. Вагон первой в мире линии электрического трамвая в бывшем предместе Берлина Лихтерфельде открыто 16 мая 1881 года. Напряжение 180 вольт, мощность двигателя 5 киловатт, питание осуществлялось через ходовые рельсы до 1890 года. Моторный вагон получал ток через оба рельса. В 1881 году первый трамвай, построенный компанией «Сименс» Эндхалске, прошел по железной дороге между Берлином и Лихтерфельдом, тем самым открыв трамвайное движение. В том же году «Сименс» построил трамвайную линию такого же типа в Париже. Появление первых трамваев в США произошло независимо от Европы. Изобретатель Лео Дафт начал эксперименты с электрической тягой в 1883 году, построив несколько небольших электровозов. Его работы заинтересовали директора Балтиморской конки, который решил перевести трехмильную линию на электротягу. Дафт занялся электрификацией линии и созданием трамваев. 10 августа 1885 года на этой линии открылось движение электрического трамвая, первого на американском континенте. Однако система оказалась неработоспособной. Использование третьего рельса приводило к коротким замыканиям во время дождя. К тому же напряжение 120 вольт убивало многих незадачливых мелких животных, кошек и собак. Да и для людей было небезопасно. Вскоре от использования на этой линии электричества отказались и вернулись к лошадям. Однако изобретатель не оставил идею электрического трамвая, и в 1886 году ему удалось создать работоспособную систему. Вместо третьего рельса стала применяться двухпроводная контактная сеть. Трамваи системы Дафта использовались в Питтсбурге, Нью-Йорке и Цинценате. Старые электрические трамваи были совсем не похожи на современные. Они были поменьше размерами и менее совершенны. Не имели автоматически закрывающихся дверей. Передние и задние площадки отделялись от внутреннего салона задвигающимися дверями. На передней площадке сидел на высокой табуретке с металлическими ножками и толстым круглым деревянным сидением сам вагоновожатый. Перед ним высокий черный двигатель с надписью «Динамо» на крышке.